Привет, тебе мой дорогой друг, и сегодня я тебе расскажу о правильной, а действительно технологически правильной заточке цепной пилы. А ты не забывай подписаться и обставить свой умный-умный комментарий. Безусловно, он мне очень понадобится. Изучив пару десятков роликов, именно нормальных, профессиональных роликов по заточке, то есть не там, где ребята точат болгаркой, либо чем-то подобным, а именно рассказывали, как точить напильниками. Я понял, что нужно это все скомпоновать и рассказать на своем канале, потому что я рассказывал про неправильные виды заточки. Итак, что нам нужно в общем для нормальной и правильной заточки? Непосредственно круглый напильник, подходящий под шаг вашей цепи и размер вашей цепи. Сейчас я не буду углубляться, но мой получается 5 мм. 5 мм он подходит под мою цепь нормально. Соответственно, вот такая вот каретка, или как это сказать, с градусами, чтобы точить, ровно 30 градусов выставлять. А также тебе понадобится вот такой вот обычный плоский напильник, чтобы ответный зуб этот, его тоже нужно стачивать, оказывается, представляешь? А я вот этого не знал. Соответственно, ответный зуб нужно стачивать в тот момент, когда он становится чуть выше непосредственно кромки, вот этой режущей кромки режущего зуба. Я сейчас продемонстрирую, все, пройдемся и покажу. Итак, мы пилу зафиксировали струбциной на данном столике. Она сейчас стоит на тормозе. Нужно обязательно для себя отметить, с чего ты начинаешь, то есть маркером можно любую. Допустим, вот так давайте с этого зуба начнем. Опять же, я когда купил вот эту вот штуку, я точил, пробовал править вот так, под таким углом. Оказывается, нужно строго под 90 градусов относительно шины. То есть, вот так. Ну и, соответственно, выставляем 30 направлений. Если у вас напильник в целом хороший, неплохо точит, у меня он даже прям заусенец появился с этой стороны, три раза от себя, повторяю, от себя, именно, отточат от себя. Не на себя, не туда-сюда, а именно от себя и под 90 градусов. Три раза провести будет достаточно. Вот эти заусенцы, не смотрите, это как раз заусенец появился от вот такого вот формата заточки. Опять же, я не знал. Сейчас рассказываю правильный вариант. Итак, мы провели 30 градусов с этой стороны и 90 относительно шины. Теперь, есть специальный, конечно, такой шаблон для замерки, вышел ли ответный зуб режущего зуба. Но, к сожалению, у меня нет. И вот можно просто пальцем посмотреть, они примерно одинаковы, но его в любом случае можно сточить. Буквально чуть-чуть. Делается это под дебильной, тоже другой технологией. С другой стороны нужно занести плоский напильник под вот таким углом. И несколько раз его подспилить. Сейчас получается режущий зуб выше ответного зуба. Я думаю, что в этом как раз вся суть того, что цепь будет сильнее углубляться, под своим же весом, то есть не нужно ничего придавливать, продавливать. Я сейчас пройду полностью всю цепь таким алгоритмом и уже будем тестировать, испытания проводить. Попробуем на кущённом твёрдом, на яблоне сухой, допустим. Я взял напильник чуть поменьше треугольной формы, просто он поменьше, его удобно проводить с этой стороны. Потому что вот по такой технологии я увидел на канале Штиля, они вот как-то вот так стачивают. Итак, пила готова. Ну что, приступим? Попробуем сначала отпилить вот этот вот изрезанный пень. Ну что же, я считаю, что это хороший результат. Самое главное, что спил у нас получается очень ровный. Цепь не гуляет за счёт того, что наточена под одним углом, её не кидает из стороны в сторону. Так что можно считать, что это хороший результат. Ну и как сказал, давайте попробуем распилить яблоню вдоль. Вот такая вот чурочка. Перегрузка аккумуляторов. Я думаю, кто понимает, что такое сухая яблоня и что такое пилить вдоль, тут не усомнится в крепости пилы, в крепости цепи. Но я думаю, в любом случае, что сейчас вот пиление вдоль очень подсадило её. Итак, вдоль, естественно, результат будет другой. Она вдоль будет плавной, потому что это заточка не для продольного пиления. Заточка для продольного пиления, там другой угол зуба. Но в любом случае, это сухая яблоня. Я думаю, что результат очень хорош. Ну и для закрепления результата мы сейчас пильём также яблоню пополам. Вот у меня вот такой вот есть тоже сухой пенёчек. Сейчас его пильём пополам. Итак, вот таким вот нехитрым способом, соответственно, имея всего два напильника и вот эту вот каретку. Кстати, вот эту вот штуку по факту можно сделать самостоятельно. Главное через угольник нанести правильные метки, чтобы было всё идеально ровно. А так закрепить можно на любой полосе металлической, либо на уголочке. Поэтому тут не так сложно всё. Ну и, соответственно, обычный, простой, любой плоский напильник. Ну и вот таким вот образом можно заточить любые зубья. И будет она вам пилить. На самом деле, безусловно, когда у вас нет сноровки, это сделать достаточно трудоёмко, можно так сказать. Это минимум полчаса, когда ты не умеешь. Вот сейчас я уже более-менее набил руку и точу, поправляю цепь, ну, минут за 5-7. Вполне быстро ты-ты-ты туда, ты-ты-ты обратно. Так что пользуйтесь обязательно нормальными, правильными технологиями. Вот с помощью напильников можно поточить где угодно. На выезде в лесу, где-то на уборке, сад вы обрезаете, ещё что-то. Безусловно, они будут рассказывать про то, что есть специальные заточные станки. Нихрена нормально точить эти станки не могут. Вот в том-то и проблема. Должен быть прям суперпрофессиональный заточной станок, а не вот эти вот, которые за 2000 рублей, где просто типа болгарка на наклонном этом. При этом, прежде всего, при этом там стоит камень с точила, то есть наждачный камень, да, и он перегревает именно непосредственно кромку зуба, а зуб закалённый. И, соответственно, после того, как вы его перегрели, он становится другим по факту. Металл становится говёным. Вот думайте, думайте сами, решайте сами. Спасибо большое, что посмотрели. Напишите ваши обязательно умные комментарии сюда вниз. И давайте, удачи. Подписывайтесь непосредственно. И ставьте ваши лайки. Субтитры делал DimaTorzok